Сегодня будем урубить дерево, которое, как мне кажется, будет сухим, то есть мёртвое дерево для того, чтобы топить ею дом. Нет, это живое дерево. Оказывается, оно живое, это дерево. Это дерево. Берём только мёртвое дерево, сухое, потому что если топить сырое дерево, то оно будет давать очень мало тепла. Вот нашёл одно дерево. Вот это мёртвое дерево. У неё нету этих стволов, этих иголчатых хвои. Значит, это мёртвое дерево. Вот эти иглы, они предназначены, чтобы энергия молнии, когда распространяется по поверхности земли, энергия от этих хвои выходит и ночью светится. И так она создаёт кислород, вот эти зелёные. А этот кислород превращается в кончиках этой стрелы в озон. Так мы получаем озоновый слой. Ну, вот, например, учёные говорят, что несколько миллионов лет понадобилось, чтобы энергия молнии создала слой озонового слоя. А если энергия выходит от всех этих иголок, энергия молнии, которые распространяются по поверхности земли, то достаточно нескольких сто лет, чтобы появился новый озоновый слой. Теперь смотрим, как бы направление, куда она упадёт. То есть это у нас вертикаль, а это вот она упадёт, значит, в ту сторону. Тогда мы будем рубить вот отсюда, чтобы она упала. Вон стоят ещё деревья тоже, которые погибли. Мне достаточно этого. Так вот, так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Её отрезаю на четыре части и несу домой. Ну всё, примерно вот такая вот отрезка. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Сначала бьем снизу, вот этой половины бьем снизу, а потом вот с этой половины бьем сверху, вот так и так далее. Вот. Вот. Из одного сухого дерева мы получили целых пять бревен. Это чистое бревно и она очень сухая. Вот. Это ее корка. Она как бы полностью с него снята. Вот этими. Сначала ее съедают жуки, короеды, а потом дятель приходит и он этим своим клювом все это вытаскивает и червей кушает. Поэтому специально это все готовится на дрова, на швырки для печки. Вот. Сейчас берем бревно и идем домой. Сейчас в Якутии резко охлаждается воздух до температуры минус 50 градусов. А потом резко дует сильный ветер. Раньше такого никогда не было. Сначала холодно, потом тепло. Сначала холодно, потом тепло. А потом включаю телевизор, смотрю по всей России и даже по всему миру идет этот самый снег, там холод. Вот. На самом деле тут виновата не экология, не аномалия, а отсутствие кислорода. Если нету кислорода, то полярное сияние не успевает создать достаточно кислорода из озонового слоя. Поэтому этот кислород кончается и уже как бы нету такой прослойки. Ну, допустим, зимой как бы, если кислорода нету, она как бы сжимается и воздух становится сухим. То есть, между небом и землей эта прослойка холодного воздуха снижается. Ну, вот где-то примерно вот такое у меня объяснение всего происходящего. То есть, чтобы не было наводнений из-за таяния снегов, чтобы не было этих алкоголизма из-за увеличения дегидротестостерона от холода. Чтобы не было всех этих несчастий, которые приносят холод. На самом деле не холод приносит несчастье, а незнание людей справляться с холодом. Если человек умеет справляться с холодом, ну, как тут у нас в Якутии, у нас постоянно холод, холод. И если, допустим, сегодня я не принесу эти дрова с леса, то к утру мы все умрем из-за холода. Ну, примерно вот так, да. И чтобы не умереть, приходится как бы по-разному выкручиваться из сложившейся ситуации. Если это ночь, идем ночью в лес, урубим дрова. Ну, вот так примерно. И главное что? Главное это знание. А знание оно-то дается не всякому. Тем, кто служит валом, сидит перед экраном телевизоров. Ему вряд ли это понять. Вот так. И таким образом отапливаем помещение. Ну, вот, обычно говорят, темно-темно. что на самом деле вот есть такое полнолуние называется. Вот лампы кругом светодиодные. И вот даже у меня вот эта лампа стоит. Высоко-высоко на дереве. Вот. И у меня еще есть этот светодиодная лампа. Вернее фара. И как бы темно, не темно, это уже без разницы. Вернее фара.